Добро пожаловать в СССР будущего, которое так и не наступило. Здесь вас ждет социализм, счастье, зае... все будет хорошо. Здесь вас ждут прогрессивные технологии, добрые и отзывчивые роботы, счастливые граждане, а главное, светлое будущее. Дебютный проект неизвестной студии нарекли флагманом отечественной игровой индустрии, и по Карлу Марксу мысль, овладевшая умами миллионов, обрела материальную силу. Atomic Heart ждали долго, ждали и надеялись, что выйдет что-то эдакое, что можно назвать по-настоящему хорошей игрой. Или просто хорошей игрой, или просто игрой, или что она просто запустится в конце концов. В общем, чем больше ждали, тем больше накалялась обстановка. И вот, спустя много лет разработки, атомное сердце вышло. А что из этого получилось, вы узнаете в нашем обзоре. С первых же мгновений весны игра захватывает, интригует, удивляет и очень долго не теряет хватку. Нам показывают атмосферный масштабный экскурс в мир победившего социализма. Все ляпы игры в адрес СССР можно смело простить за презентацию поразительного дворца народов и роботов, раздающих на улице мороженое. Это не просто мир победившего социализма. Это мир победившего социализма мирным атомом и космосом, закатавшего всех остальных под асфальт с гарантией. А потом поднимаемся в кабинет начальства, и тут встречаем двух стальных робобалерин. На чей бюст смотреть получается только подняв голову вверх, а челюсть вниз. И тут мы понимаем, что это не просто советская власть, а советская власть с преферансом и куртизанками. А потом роботы восстали, стало за родину обидно. Хватаем топор и давай крошить потерявшие берега продукты советской инженерии, пока не встречаем бабу Зину. И тут выясняется, что круче бабы Зины в этом мире вообще никого нет. Альтернативный мир Atomic Heart нельзя назвать безумной или беззубой пародией. Это не на шутку такая проработанная вселенная, и с каждого утюга игрока полируют добросовестно поставленной пропагандой. С другой стороны, в Atomic Heart творится огромное количество безумных сцен, курьезных ситуаций, матерной ругани и гротеска, которые невозможно воспринимать всерьез. Atomic Heart несется локомотивом, сносящим четвертую стену, и ей все равно, успеваете вы за полетом ее мысли или нет. Сюжет хорош. Он интересный, интригующий и даже немного философский. От концовки так вообще хочется сесть и подумать. В игре есть пара сюжетных поворотов, они не выглядят как рояли из куста. При том, что история умеет удивлять. Вы всю дорогу считаете себя самым умным, остальных идиотами, а потом бац и выясняется, что все наоборот. И это безусловно здорово. Но у сюжета есть большая проблема, он неравномерен. На протяжении почти всей игры вам дают информацию небольшими порциями раз в час-два, в виде внезапных диалогов героя с его бортовым искусственным интеллектом. И собирая историю по хаотично разбросанным по прохождению кусочкам радиопазла, и искренне стараемся не упустить ничего важного. Ведь сделать это очень просто. Диалог может оборваться просто потому, что ты зашел не в ту комнату. Зато в конце на вас вываливают такую кучу информации, что голова начинает перегреваться. Да что там говорить, ближе к финалу есть целая комната с дюжиной компьютеров, в каждом по 5-6 записок. Ох, как я люблю эти записки. В этот момент появляется сомнение, что ты играешь в экшен, а не в визуальную новеллу. Но если не брать в расчет неравномерность повествования, история вышла хорошей. Не Metal Gear Solid, конечно, но сюжет запоминающийся. Персонажи получились живыми и яркими. Чего только стоит Элеонора, которая нам еще не одну неделю будет в кошмарах сниться. Хранитель знаний, Мега Бабазина, Профессор Сеченов. Все они имеют какой-никакой характер и мотивацию. Есть, конечно, и проходные персоны, которые мелькают где-то на фоне, чтобы продвинуть жернова сюжета вперед. Как, например, Лариса, но это не сильно бросается в глаза. С главным героем получилось хорошо. Он шутит или хотя бы пытается, высказывается саркастично и искренне проявляет эмоции. В основном рубит матом с плеча, постоянно, по поводу и без. Да, наш майор Нечаев легко может выбесить своей импульсивностью, бодловатостью и способностью безошибочно тонко поругаться со всеми на ровном месте. Но надо понимать, что Нечаев никакой не майор спецназа, а на деле это игрок-попаданец. Это персонаж, который каждый год проходит по Call of Duty. У него за плечами орды перестрелянных демонов из Думы и миссия с вертолётиком из ГТА. Что ему эти роботы? И где вы еще видели главного героя, охотно матерящегося за каждый ляп и баян в геймдизайне? Ты не пытаешься лезть в шкуру персонажа, это майор Нечаев пытается лезть в шкуру игрока, и у него иногда это получается. Удались и постоянные перебранки с искусственным интеллектом. Отчаянный дуэт из пролетарского вояки и безупречного Ии. Проходить историю с таким циничным и забористым протагонистом просто интересно и весело. А если вас смущает матерная ругань из каждого утюга, тогда ни в коем случае даже не подходите к Atomic Heart. Я серьезно, в этой игре нужно нормально переносить матерную ругань из СССР и классику отечественной эстрады. Иначе ловить вам здесь абсолютно нечего. Разговор про геймплей начнем сразу с того, что разочаровывает больше всего. Открытый мир. Он тут есть, и это явно не пошло игре на пользу. Открытые территории и пустые локации служат только пространством, набитым вражиной между одним сюжетным подземельем и другим, с возможностью завернуть на опциональный полигон за новой пушкой. Для передвижения по миру дают красный москвич. Да, именно красный. Почему-то в игре все москвичи красные, как партбилет. Езда на нем, но ничего так, нормально. Но у меня один вопрос к разработчикам. Почему, мать его, машина может выдержать десятки столкновений с роботами, но взрывается нафиг от одного лишь легкого столкновения с пнем? Когда наш корреспондент только вышел в открытый мир, сел в москвич и поехал в точку назначения на другом конце карты, вдруг машина предательски взрывается на первом повороте, и вместо атмосферной поездки под группу кино из радио приходится весь оставшийся путь бежать, отстреливаясь от роботов. Но на этом минусы открытого мира не заканчиваются. Понимаете, все роботы в этом мире взаимосвязаны. Например, замечает камера, и сразу же на это место слетается механизированный колхоз со всей округи. Оперативно отправляете всех в механический рай, разобрав на запчасти, но тут прилетают роботы-ремонтники, и быстренько всех обратно соберут. Да так шустро, что пока одного ремонтника подстрелишь, они уже четверых терминаторов отстроят. Враги в мире бесконечны, в отличие от патронов. Чтобы такого не происходило, нужно либо стелсить, либо бегом пробегать всю локацию. Но от бесполезного стелса одно название, роботы постоянно крутятся, быстро замечают, так что остается только одно. В итоге не можешь нормально залутать локации, не можешь их изучить, не можешь полюбоваться работой дизайнеров, потому что на хвосте армада злобных роботов, готовых забрать все патроны. Atomic Heart это не чистокровный шутер, не экшен-рпг, не иммерсив-сим как таковой. Больше всего это похоже на Bioshock Infinite. Может шутер с кат-сценами и возможностью помахать топором, прокачать снаряжение, иногда просто походить, побродить, посмотреть на локации, послушать аудиодневники, пособирать лут до амуниции, да и все пожалуй. Дополнительные задания, вариативное прохождение и разруливание ситуации, все это забудьте. В открытом мире есть один вид активности, если можно так сказать. Дополнительные данжены, полигоны, в которых хранится хороший лут и оружие, за которым придется прогрызаться через опасных противников и усложненные головоломки. Идея интересная, сделана неплохо, но все же этого маловато. Если вы ждали новый Metro Exodus, вы очень сильно ошиблись адресом. Геймплей атомного сердца делится на две составляющие, боевка и головоломки. Боевая система на очень достойном уровне. Первую часть игры охотно пользовались холодным оружием, очень приятно кромсать роботов, уворачиваясь от ответных ударов. Ближний бой настолько хорош, что желание брать в руки огнестрел вообще не появляется очень долго. С огнестрелом все тоже нормально, стволы звучат приятно, выглядят отлично, каждое улучшение оружия меняет его визуально. На погибель машинам и мутантам есть и полимерная перчатка со способностями, к сожалению, их всего пять. Шокер доступен всегда, бросает молнию в роботов. Из остальных четырех носить можно не более двух. Массовый телекинез поднимает врагов в воздух, щит аналог телекинеза оборонительного. Стужа замораживает и станет супостатов. Накрыть полимерным слоем все равно, что облить врагов многоцелевым бензином. Все это добро прокачивается полимерами и без потерь откатывается, переделав билд, так что смело экспериментируйте. Еще всегда можно швыряться предметами простым штатным телекинезом, но пользы от этого немного. В игре не так много объектов, которыми дают швыряться, и искать ближайшие, пока в тебя стреляют со всех сторон, просто некогда. У СССР получился мирный телекинез, он прекрасно пылесосит хабар из ящиков, и в этом его основное применение. Стоит сказать, что Atomic Heart это не то, чтобы прям действительно хардкор, вовсе нет. Но на фоне подавляющего большинства AAA-проектов, атомное сердце выглядит невероятно суровым. Прогрессия сложности в игре как диаграмма полиграфа, то все в порядке, то такой звездец. Ты еще вчера с трудом валил одного Васяна, а тут с цепи спускают целую роту с огневой поддержкой, подвой сирен и злобный смех ремонтных роботов. Выбирайте сложность с умом, думайте, прокачивайтесь и сражайтесь с головой. Это необычный шутер, где всегда можно с наскоку всех убить. Всегда всех убить с наскоку не получается. Что касается головоломок, базовой задачки звезд с неба не хватает, но хотя бы не раздражают своей тупостью или однообразием. А игрокам, соскучившимся по порталу, стоит заглянуть на полигоны, где головоломки по хардкорне обязательной программы и уже не кажутся довеском к геймплею. Головоломки, лаборатории, ретро-футуристичный мир и герой, который порой чувствует себя подопытной крысой, все это не просто так, во всем этом есть определенная задумка, своя атмосфера, благодаря чему очередной сюжетом притянутый за уши поиск ключей воспринимаешь хотя бы лояльно. Стальным крысам не привыкать. Главный вопрос. Передает ли Atomic Heart ту самую атмосферу СССР? Скажу честно, нет. Эпическое вступление с масштабной постановкой пронизано атмосферой советской фантастики, авангарда прогрессизма, духом технократической утопии с общим таким позитивом в стиле советских кинолент. Пролог отлично задает тон и служит прекрасной экспозицией сюжету, но не имеет абсолютно ничего общего с жуткой атмосферой большей части игры. Показали этот праздник жизни только чтобы потом поэффектнее с разбега прописать с ноги по нашей коммунистической роже. Что пытались изобразить разработчики? Думаю, они и сами не знают. Действие ретро-футуристической Atomic Heart происходит чуть бы не в послевоенные годы. А почему не в 60-х? С тем же успехом оно все могло быть и в 70-х. У нас ГАЗ-53 до сих пор по улицам ездит. В чем проблема? Вот что бы поменялось, если бы действия игры были не в 55-м году, а в 65-м? Ответ? Ни хрена. Даже если бы это был псевдо-85-й. В игре почти нет ни одного реального объекта, кроме кирпичных пятиэтажек и, может быть, конторских шкафов. Если присмотреться, кругом лишь стилизация, ретро-футуризм, выдуманные приборы. Порой и нередко откровенно придурковатого вида в интерьере советского детского сада, а не подземной базы СССР. Очень многие успели перехвалить антураж Atomic Heart. А что в игре в плане музыки? Радио играет эстраду от ранней Аллы Пугачёвы до Баскова. Охренеть советская ностальгия. Ну, скорее призрак перестройки. Но, тем не менее, ретро-футуристический антураж действительно неплох. Не скажу, что хватает за душу, но у игры определённо есть своя собственная, уникальная и запоминающаяся атмосфера. И, что самое важное, каждый элемент игры работает на эту атмосферу. Музыка, записки, детали окружения. Локации можно час за часом рассматривать по ходу пьесы, пытаясь понять, что здесь произошло и чем тут занимались учёные. Каждая комната проработана. Ты веришь, что здесь когда-то жили и работали люди? Музыка работает, и вы не представляете, как порой приятно сесть в москвич и услышать до боли знакомый мотив группы кино. Да и другие композиции тоже доставляют удовольствие. То классическая опера, какая заиграет, то ностальгия из не столь далёкого прошлого, а может и кавер какой лихой. Это тот ещё винегрет, но винегрет и есть ядерное сердце. То безумное, то серьёзное, извергаясь по степламе, игра давит педаль в пол. Предлагая не чай с печеньками, а жахнуть водки и замочить всех роботов, смеясь и плачь и утопить всех в гневе, боли, ностальгии и своих мечтах. Тут стоит рассказать историю от нашего текстовика. Нет, не того текстовика, который их у нас обычно рассказывает, другого, блин, ладно, другого текстовика. Когда ядерное сердце только вышло, все хвалили его оптимизацию. И вот он, предвкушая хорошую игру, уже не мог усидеть на месте и вот скачал игру с геймпасса под эти релизы от Новой Зеландии, где восходит солнце. Заходит в неё, а там фризы, баги, повсюду мыло, FPS ниже 20 даже на минималках, ну вообще полный кобздец. Думаю, ну приехали, перехвалили оптимизацию похожую. Поиграл он так минут 20, пока не вылетело, разочарованный пошёл ждать обновлений, которые хоть как-то смогут пофиксить этот беспредел. Долго ждать не пришлось. Уже через пару минут выкатили обновление на 80 гигабайт, при том, что игра весила 70. Конечно, несколько удивлённый таким поворотом, один из двух авторов этого текста пошёл гуглить, что за ужас тут творится. А оказалось, что в геймпасс по ошибке какой-то залили версию старше ноябрьской за 2022. Но разработчики всё-таки опомнились и заменили старую версию на актуальную. И вот она уже была отлично оптимизирована. Лирику в сторону. Если говорить по делу, даже на среднем ПК данного корреспондента, характеристики которого вы видите на экране, игра чувствует себя прекрасно. ФПС не проседал, багов по минимуму, вылетов не было вовсе. Так что в плане оптимизации вышло всё отлично. И это, чёрт возьми, удивительно. Просто снимаю шляпу. В целом, Atomic Heart игра отличная и определённо заслуживает вашего внимания, хотя бы по геймпассу. У неё есть свои шероховатости, свои грехи и минусы, как тот же открытый мир или странные порой катсцены. Да и самобытность проекта не везде ему идёт на пользу. Но по большому счёту, плюсы игры всё достойно компенсируют. Так что если чувствуете тягу к такому жанру, соскучились по Биошок, смело надевайте полимерную перчатку, берите в руки топор и вася нам наперекор вперёд! Воскрешать светлое социалистическое будущее!